Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Ну вот, 2017 год уже ушёл, пришёл 2018 год собаки. В этот год я хочу пожелать всем нам, конечно же, в первую очередь, здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть все ваши планы и мечты сбываются. И хочу сразу приступить к итогам 2017 года, показать вам, что мне удалось выполнить. Планы у меня были грандиозные на этот год, но они не все, конечно же, получились. Хотя большая их часть у меня выполнилась, потому что я не ставила себе цель всё вышить. Я ставила себе цель попробовать разные наборы и попробовать некоторые новые техники для меня. В частности, это бисер, это вышивка лентами. Я попробовала, мне очень понравилось и хочется продолжать свои открытия. Хочется также попробовать вышивку гладью. Всё, мечтаю об этом, но никак не могу собраться с силами. Буду надеяться, что в этом году у меня всё получится. У меня уже есть несколько наборов, которые вы ждут, когда же я займусь ими. Итак, я сделала небольшой список и восстановила хронологию выполнения моих вышивок. Поэтому так и пойдём по хронологии, что и как появлялось. И первым наборчиком, который у меня вышелся в 2017 году, в январе месяце, стал вот такой вот наборчик от рукодельных забав. Так называется фирма «Рукодельные забавы». Данный набор мне подарила Валерия Сарачева. Лерочка, большое тебе спасибо. Как только я получила этот наборчик, я сразу приступила к его вышивке прямо в ту же минуту, в ту же секунду. Рукодельные забавы отличаются своей оригинальностью, креативностью. У них, начиная от упаковки дизайна, заканчивая до схемы, до упаковки иглы, всё очень оригинально, продумано, необычно. Вот необычностью этого дизайна являются вышитые гладью 32 копейки. Они уже были вышиты на конве, и нужно было рассчитывать от этой вышивки и дальше продвигаться вышивать. Вышивался наборчик легко, очень интересно. Здесь, как вы видите, вышита марка бывшего Советского Союза, почта СССР, нарциссы. Бэкстичем выполнена имитация сургутной печати. Очень интересный дизайн. К сожалению, пока не оформлен, ждёт своего часа. В этом году, к сожалению, у меня мало вышивок оформлялось. Ну, что сделать, так получается. Так, также в январе месяце у меня выполнилась большая работа, но небольшая, среднего размера, скажем так. Тут 30 на 30 примерно. Это набор РТО, романтичные розы. Вышивала всё по оригинальному набору, ничего не меняла. Здесь основа тоже идёт АИДА, 14-й каунт, свайгард, ниточки ДМС. Вышивка шлаф, техники крест в две нитки и крест в одну нитку. Поэтому получается вот такой очень реалистичный объём. Так, я надеюсь, получше вам видно дизайн. Эта работа также ждёт себе пару. Есть у РТО набор, который называется Ронанкулёсы, какие-то лютики. Очень красивый тоже дизайн. Он был снят с производства, но сейчас его опять выпустили. У меня есть схема. Возможно, я буду вышивать по схеме. Возможно, куплю набор, пока не знаю. Я вообще люблю вышивать наборами, так проще. Но в этом году мне хочется немножко, скажем так, включить диету вышивальную и не делать много покупок, потому что уже хватит, уже столько всего накупила. Хотя каждый раз это говорю и каждый раз, как насмотрюсь в ваших видео, девочки, так и бегу опять в интернет-магазин и покупать что-то ещё. Ну ладно, вот такой у меня вышелся дизайн с цветами. И давайте посмотрим дальше, какие у меня были работы. Также в феврале у меня вышелся вот такой вот маленький ангелочек. Это чудесная игла. Много девочек вышивало этого замечательного ангелочка. Он действительно прелестен, лапочка, миленький. И здесь используется бисер. Это моя такая первая работка с использованием бисера. Мне, конечно же, всё очень-очень понравилось. Пока не оформляется, потому что, ну, не знаю пока, куда его оформлять. Когда-нибудь он найдёт своё место. Да, в нашем доме есть у меня такой маленький рулончик с миниатюрками. Они пока так хранятся, лежат тоже. Но иногда я достаю, пересматриваю, да, и пересматриваю тоже вот и его. Очень-очень милая вышивка. И, конечно же, легко он вышивается, выполняется. Прямо на одном дыхании. Это одна из работ, которая, хоть она и маленькая, она не может оставить никого равнодушным. В марте месяце у меня вышелся вот такой вот дизайн. Это Ланарте. Разработка Маржелин Бастин. Данный набор мне подарила фирма Гилла в рамках акции тестирования, где дарились разные наборы по желающим, которые хотели принять участие в этой акции. Я выбрала фирму Ланарте, так как никогда не вышивала на льне. И это был мой первый опыт вышивки на льне. Опыт вышивки набора Ланарте конкретно. Я влюбилась. Это что-то необыкновенное работать с альном. Здесь была вышивка ниточками ДМС, конечно же, в два сложения. Ниточки в одно сложение. Создается очень тонкие переходы, объем, но в то же время работа получилась яркая. Так, ну вот, кручу-кручу, не знаю, как вам показать. Отсвечивает. Очень сильно отсвечивает. Ну, вроде бы вот так, более-менее видно. Внизу расположены четыре птичика, такие смешные птички. Скворечник в цветах, в розах. По-моему, Лазаревка называется эта птичка. После отшива я сразу оформила эту работу. Оформила в раму, такую широкую, светлого цвета, бежевую. И в стадную, вторую тонкую рамку, которая идет внутри и сложит, как бы, или паспарту, или слипом. Ну, мне очень нравится это оформление, легкое. И очень хорошо, мне кажется, подчеркивает сам дизайн, не забирая на себя внимание. А также в марте месяце у меня вышилась моя первая маленькая прикладная штучка. Это игольница от Марии Искусницы. Покупала я наборчик. Мне понравился этот дизайн тыковки. Понравилось, что есть вот такая пуговичка, божья коровка. Вышивалась, в принципе, конечно, легко. Хотя здесь много работы, казалось бы, что это маленькая штучка, но вышивки здесь много. Здесь вышиты цветы и божьи коровки. Скажем так, такая полянка летняя или весенняя. Летняя полянка. И сложность была в том, что вот задняя ткань была положена на очень маленький отрез, буквально впритык. И у меня дома не было ни одного кусочка какой-то ткани. Я не занимаюсь петчверком, поэтому ничего такого не покупала. И мне пришлось буквально вот такими миллиметр в миллиметр все состыковывать, аккуратно все это собирать и сшивать. Инструкция была бедная, неполная. И непонятно было, как делать форму тыквы. Хорошо, что есть интернет. И я там все нашла, как делать именно форму тыквы в таком дизайне. Этой игольнице я пользуюсь. Она мне поднимает настроение. Она вот такая яркая, очень классная. И я ей пользуюсь в своих дизайнах именно как... Так, ну поехали. А в мае месяце у меня закончилась еще одна, скажем так, средняя работа. Это дизайн Dimensions. Но вышивала я по набору Sunset. То есть это еще такой очень ранний-ранний Dimensions набор Sunset. По-моему, там 97-й год был. Я уже не помню, если честно. Потому что начинала я еще, наверное, в 16-м году. А вот закончила уже в 17-м году. Вышивается на 14-м каунте. Голубого такого цвета. Вышивка очень легкая. Посмотрите, как получилось ярко, красиво. К сожалению, вот опять же не оформлена. Потому что она у меня одна в морском таком дизайне. Нужно будет еще вышить каких-то рыбок. Мне понравилось вышивать рыбок, честно вам скажу. И хочется вышить еще каких-то рыбок. Может быть, насобирается несколько дизайнов. И потом вместе их оформлю. Начинала я вышивать этот дизайн, по-моему, в совместном проекте у Ксюши Арчи. Потом как-то не сложилось. И перешла я с ним в совместный проект Каль Белочки, мой любимый Dimensions. Но там я уже его, этот наборчик, и дошила. Мне очень нравится результат. Сейчас вам показываю, какие здесь яркие рыбки. Знаете, ну, классно. Вышиваешь и отдыхаешь. В июне месяце у меня вышелся наборчик от Чаривной Мытии. Я как-то их себе накупила много разных наборов от Чаривной Мытии в разных техниках. И вот у меня вышелся вот такой вот бисерный дизайн. Так, как вам показать. Вот. Такая вот ракушка. У меня два этих наборчика. Один я вышивала в 2016 году, а второй в 2017 мне вышелся. Вот этот в 2016. По данным наборам у меня есть претензии к бисеру, потому что бисер не очень хорошо ложился. Может быть, там неправильно рассчитана была ткань. Может быть, мне это не сам бисер виноват. Может быть, ткань неправильно рассчитана, сам вот эти вот квадратики. И как-то все, знаете, неровно он ложился. Это неприятно было вышивать. И эффект я ждала другой. Я не знаю, конечно, чего я ждала. Может быть, я сильно переоценила этот набор. Мне хотелось какого-то чуда, какого-то другого эффекта. Но вот на камеру смотрю, конечно, мне нравится. А вживую что-то мне не очень нравится. Поэтому я их пока и отложила, эти два дизайна. Не знаю, что я буду с ними делать. То хотела сумку с ними шить, потом оставила, думаю, может быть, все-таки оформлю в картину когда-нибудь. Пусть пока лежат. Я пока еще не определилась в своем настроении по поводу этих вышивок. Пусть лежат. А когда придет момент, я уже решу, что с ними делать. Но вывод заключается в том, что мне понравилось работать с бисером. И теперь у меня будут также в работе наборы и бисерные. Пока вот я попробовала частичную вышивку. Мне также хочется попробовать, ну не знаю, может быть, полную зашивку и нет. А вот частичная вышивка мне очень понравилась. И я пересмотрела много раз видео Ксюши Арчи, где она показывает тоже свои готово оформленные вышивки. Очень-очень красиво, смотрится стильно, эффектно. И мне тоже хочется попробовать что-то вот в таком духе. Дальше в июле месяце, вот так как-то складывается, практически каждый месяц у меня есть готовая работа. В июле месяце я также работала с наборами Чариной мыть. И это наборчик вышивка лентами. Вот такая вот красота у меня получилась. Здесь у меня были вопросы по ткани. Здесь очень плотная ткань и плохо протыкалась иглой, нужно было колоть шилом. Я не совсем правильно организовала свое рабочее место. Вышивала на станке Stitch Smart, который не предназначен для таких нагрузок, и он сломался. К сожалению, в этом году у меня были вот такие потери. Станок Stitch Smart сломан, убран, все, там уже безвозвратно. Но нечего винить производителей, сама виновата, нужно было думать. Но вернемся к дизайну. Дизайн здесь просто великолепный. Здесь Чарина мыть постаралась. Используется много разных техник вышивки лентами. И вот в богатстве этого разноцветия используется много разных техник. Я попробовала вышивку лентами, различными стежками с украшением бисера. И мне очень понравилось. Я влюбилась в эту технику. И мне хочется также пробовать и продолжать изучать и осваивать новые стежки по вышивке техники. По вышивке лентами. К сожалению, опять же, этот набор пока, этот дизайн пока не оформлен. Хочется вышить еще несколько дизайнов в таком стиле. И может быть тоже и крестиком. Как-то вместе оформить все цветочки. И вместе их развесить. Потому что в доме у меня цветов пока нет. Но может быть вот в этом году я и займусь оформлением. Так как на это тоже нужно достаточно потратиться. Это все дорого. Поэтому я вот пока откладываю, откладываю. Но обязательно я к этому вопросу вернусь. Посмотрите, какая красота. Обожаю этот букет. Просто вот один из моих любимейших в этом году дизайнов. В августе у меня вышелась вот такая ящерка. Наборчик панны. Это бисер. Легкий процесс. Всего два здесь цвета бисера использовалось. И немножко металлика для окантовки. И вот язычка о ящерке. Покупала я этот наборчик давно. На довесок. И мне хотелось... Я думала, что там ниточки. Я думала, вы еще просто ниточками сделала какую-то прикладную штучку. А когда увидела, что там бисер, на тот момент меня это не привлекало. И набор ушел далеко-далеко. Ждал несколько лет. Потом я про него вспомнила и решила, что надо попробовать. И мне очень понравилось вышивать бисером. Вот именно здесь бисер ложился очень ровно, аккуратно, хорошо, красиво. Ящерка блестит. Сейчас, конечно, на камеру, наверное, не получится показать блеск. Но в жизни бисер переливается. Очень красивая, яркая работа. Хотела я ее формить в салфетницу. Но пока руки не дошли. Это нужно сесть и продумать сам дизайн. Как это будет сшиваться, выполняться. Честно сказать, пока у меня времени на это нет. Поэтому она просто лежит. Но результатом я довольна. Классно получилось. Октябрь. Октябрь меня порадовал очень замечательным дизайном. Вот таким это Dimensions Birch Point. Как вы понимаете или как вы помните, этим дизайном я заразилась на канале о Света Горелкиной. Она первая его вышла и показала. Ну, я имею в виду на YouTube. Показала нам существование этого дизайна. Это старый дизайн от Dim. Малоизвестный. Как только я его видела, все, сразу влюбилась и загорелась. Но приступила не сразу. Было долгое время поисков дизайна. Потом я отвлеклась на другие вышивки. И когда уже вернулась, приступила к этому дизайну, меня ждало много, конечно же, подводных камней, вопросов. Нужно было подбирать нитки. Здесь у меня участвуют и нитки Dim, и DMS, и PNK. Все, что хотите. Но итогом я очень довольна. Мне кажется, у меня получилось классно. Классно. Конва, видите, у меня с такими потеками. Это не грязная конва, это чай. Я красила эту ткань чаем, чтобы придать вот такой осенний, скажем так, оттенок. Так как здесь вверху, так-так-так, не зашивается, не зашивается сам здесь фон. И поэтому нужен был такой вот цвет конвей. И я красила чаем. Несмотря на то, что это дизайн Gold Collection, вышивается очень легко. Единственной сложностью было это подбор ниток. Что-то я выпарывала, подбирала, мучилась, сомневалась. А если отбросить все эти сомнения и какие-то такие вот подборы, сам дизайн вышивается очень быстро и легко. Я его обожаю. Вот. И рада, что в этом году я вот так взялась и преодолела все сложности. Также в октябре месяце у меня появился за рекордное время еще один дизайн всего лишь за один день. Представляете? Вот я с утра приступила. И к ночи дизайн был готов. Это фирма Marichka. Вышивка лентами. Здесь также у меня были вопросы по комплектации этого набора. Так как здесь ткань тонкая. Видите, вот нам не угодит, что тонкая ткань, то толстая ткань. Но здесь действительно чересчур тонкая ткань. Когда я протыкала иглой, такой толстой иглой с лентой, появлялись протяжки, появлялись дырки. Приходилось очень аккуратно работать. Поэтому, скорее всего, девочки, если кто-то будет браться и вышивать, то эту ткань нужно проклеивать флизелином. Также здесь есть претензии по комплектации. Так как мне здесь не хватило лент. И даже вот сердцевинку, вот здесь вот в листочках, вот здесь в листочках, сердцевинку нужно было вышивать красными лентами. Но у меня их не хватило. И приходилось мне вышивать вот эту сердцевинку вот здесь. Также оранжевыми лентами бисера мне хватило. Но вот с лентами была такая вот беда. Поэтому, конечно, комплектация здесь такая, скажем, на троечку. Но результат мне нравится. И вместе буду оформлять со всеми вот вышивками-лентами. Есть у меня еще один наборчик, который я улучшу. И потом все вместе уже, я надеюсь, беру силами и оформлю. В октябре, в октябре месяце, мне удалось завершить мою красавицу. Мою картину шерстью по набору Риолис. Это материнская любовь. Половину работы вышивать было очень легко, так как здесь идет один цвет, просто бери и вышивай. А вот вторая половина вверх, это уже здесь, конечно, посложнее. Потому что идет очень много смешения цветов, одиночки. И я там вырабатывала у себя терпение и мужество, чтобы не бросить эту работу уже буквально в шаге до завершения. И все-таки я ее вышила. И скорость, конечно, отличается. Вначале, когда вышиваешь, скорость там такая бешеная, а уже вот здесь скорость сильно падает. Это тоже психологически влияет, что ты вышивал быстро-быстро, а сейчас ты вышиваешь очень медленно-медленно. Ну, итог, вы видите, какой красивый, шикарный. Я надеюсь, в этом году вышлю пару поцелуев от Риолис Клинта. И оформлю их вместе. Здесь есть украшение бисером. Она вся переливается. Очень эффектная картина. И если удастся мне хорошо оформить, то они будут смотреться, мне кажется, очень-очень-очень красиво. Дизайн теплый, дизайн прекрасный. Здесь любовь мамы и малыша, что может быть прекрасней в мире, да. Вот такая вот красота у меня. И уже в декабре месяце, уже, так сказать, в последние моменты этого года мне удалось вышить еще один дизайн от Чаривны Мыти. В этом году у меня Чаривна Мыть. Посмотрите, сколько много наборов я вышила от этой фирмы. Мне нравятся у них дизайны, хотя комплектация у многих оставляет желать лучшего. Значит, это наборчик смешанной техники. Мне давно хотелось тоже повышивать что-то в смешанной технике. Здесь используется бисер. Верхняя часть это все крест в три нитки. Здесь вышивка идет нитками ПНК, причем нитками еще старыми. Они ужасные, тонкие, путались, рвались. Я просто вот когда закончила работу, все вот так собрала и выбросила, даже чтобы ни кусочка не оставалось. Но вот самим итогом я очень довольна. Этот дизайн, он такой девочкин, кухонный, чашечки, чайнички, вот как мы все это, знаете, любим. Такое уютное, красивое. Классный чайник, он мне очень нравится. Здесь цветочек на заднем плане. Герань, я люблю вот эти цветы. И бисером, украшение, чашка, лимончик, уднички. Вот мне очень-очень нравится этот дизайн. Посмотрите, какой он теплый, такой уютный, красивый. Я рада, что я его все-таки собрала силами и вышла. Несмотря на все, как бы, такие недочеты по комплектующим, которые, знаете, отбивают, конечно, желание. Но, тем не менее, результат, он хорош, красивый. Вот. Все это, все дизайны, все работы, которые у меня выполнились в 2017 году. Итак, в этом году получилось у меня вышить 13 работ. Практически каждый месяц у меня была готова работа. Вот в один месяц у меня получилось 2 работы, да, 13 работ. Но я не могу сказать, что это прям 13 работ у меня готовы за год, потому что они все разного размера. И их нужно разделять. Получается, у меня средних работ, ну, скажем, 30 на 36 работ. И маленьких работ у меня получилось 7. Крупные работы я буду считать, которые вот 60 на 40, ну, вот такие. Крупных работ в этом году у меня нет. Но, в любом случае, хороший итог. Это я посчитала только те работы, которые полностью у меня закончены. А ведь у меня еще очень много процессов, в которых есть работы наполовину вышитые, на одну треть вышитые. Это тоже очень большой труд был проделан. Но они себя покажут готовыми уже в 2018 году в итогах. Так бывает вот у меня лично, когда много идет процессов. В один год бывает мало итогов, потому что много процессов и над всеми я работаю. А в следующий год, когда они завершатся, получается такой урожадный год и много готовых картин. Спасибо вам за вашу поддержку, лайки, комментарии. И будем вместе также продолжать вышивать, осваивать новые техники и делиться своим опытом. Желаю вам хорошего настроения, успехов. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok